В Ядринском районе открыли движение по новой эстакаде к Сурскому мосту. Правда, пока в тестовом режиме. Новая дорога для Чувашии всегда событие. Это утро водителей приятно удивило. Мы ехали по дороге в Ядрин, потерялись. Навигатор показывает черную полосу, еще пока кирпич. Но дорога классная, новая. Мы приехали, вот увидели вас, теперь поедем туда, куда надо. Приятно ехать просто. Ровно, гладко. И широкая дорога. Стройка была начата еще в 2010-м. Сначала здесь создали насыпь, но ее постепенно размыло. Проектное решение для оползневой местности оказалось неудачным. Тогда и решили строить эстакаду. Полтора года и полтора миллиарда рублей. Именно столько потратили на ее возведение. Уникальность 700-метровой эстакады к Сурскому мосту – первая в республике система автоматического распыления антигололедного реагента. Когда идет снег, снегопад или образуется лед, то есть через ноль, когда переходит погода, она среагирует в течение 15-20 минут. Нижний слой покрытия – это литой асфальтобетон. Очень хорошо себя зарекомендовал в плане трещины образования из двига устойчивости. И покрытие, которое мы стоим на сегодняшний день – это щма-15. Щма-15 – это тормозной путь увеличивается до скорости 60 км в час до принципиальных 13,5 метров. Это самый лучший покрытый на сегодняшний день. И на самой эстакаде, и на подходах установили освещение, поставили отбойники. Все ради безопасности. Объект построили раньше, чем планировали изначально. Срок сдачи работ по контракту – август 2020 года. Сложности особо не было никаких. Это наша работа постоянная. Буровые столбы соорудили очень быстро, качественно, в основании. Объект «Красавец» получился у меня лично, у нашего инженерного комплекса вызывает удовлетворение. Работа проделана. И в целом, я думаю, объект может являться нашей визитной карточкой. Дорога запущена пока в техническом режиме. Еще предстоит подкрасить столбы и привести в порядок подмостовое пространство. Рифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Валерий Рязюков, Республика.